Снежная зимняя ночь. Вы в своем уютном доме смотрите исторический фильм, действие которого происходит в средние века. Делая очередной глоток горячего шоколада, вы задаетесь вопросом, как люди выживали зимой в те времена. И тут экран телевизора внезапно превращается в портал и затягивает вас внутрь. А-а-а! Вы открываете глаза и обнаруживаете себя в мире, про который только что смотрели фильм. К вам подходит мужчина и говорит. Добро пожаловать в мою средневековую деревню. Я Бартоломью, и я позвал вас сюда, чтобы дать ответ на ваш вопрос. Прежде всего, позвольте мне сказать, что условия с приходом холодов становятся чрезвычайно сложными, и не только в скандинавских странах. Материковая Европа тоже получает свою долю суровой погоды, поэтому зимой всем приходится замедляться. Зима обычно ассоциируется у нас со старостью и бедностью из-за всех изменений, которые происходят в природе в это время. Например, нельзя выращивать урожай, когда снег покрывает землю. А к началу XIV века ситуация стала еще хуже, потому что появились первые признаки того, что вы знаете как малый ледниковый период. Морозы достигли своего пика. Начали происходить погодные аномалии и экстремальные события, такие как внезапные наводнения или буря с градом, что усугубило наши страдания. Возьмем, к примеру, зиму 1359 года. В центральной Италии выпал необычайно толстый слой снега. Людям приходилось сбрасывать снег на улицы, чтобы освободить крыши, и из-за этого некоторые города оказались полностью заблокированы. Их жители были заперты в своих домах несколько дней. Другой пример. Зима 1389 года. В регионе Лозер во Франции выпало столько снега, что многие дома и усадьбы были разрушены. Бартоломью замечает, что вы начинаете дрожать. Аааа, вы, как я вижу, не были готовы к путешествию в средневековую зиму. Давайте пройдемся до моего дома и найдем вам более теплую одежду. Как видите, на мне уже есть плащ, шарф и варежки из шерсти. А мои сапоги сделаны из кожи оленя. Но этого недостаточно, чтобы не мерзнуть на улице. Поэтому мы обычно надеваем подо все это другую одежду, чтобы сохранить тепло. Кстати, шерсть бывает тяжелой и колючей. Поэтому под шерстяную верхнюю одежду мы надеваем льняное белье. Лен действует как барьер между шерстью и кожей и становится немного комфортнее. Кроме того, льняную одежду легче стирать, и она сохнет гораздо быстрее, чем шерстяная. Более состоятельные люди могут подшить свою зимнюю одежду красивым мехом. Мы обычные крестьяне. Иногда используем мех кролика или ягненка. Не слишком стильно, но эффективно. Мы также можем охотиться на некоторых диких животных и птиц с разрешения господина. И опять же, сумптуарные законы, другими словами, законы против роскоши, очень четко определяют, кто и что может носить в зависимости от своего социального положения. Возьмем, к примеру, английский закон 1363 года. В нем говорится, что женам и дочерям ремесленников и крестьян-землевладельцев можно носить только мех ягненка, кролика, кошки и лисы. Вы замечаете в кармане Бартоломью странного вида металлическую сферу и спрашиваете его, что это такое? Это грелка для рук, говорит он, протягивая ее вам. Если нам предстоит долго находиться на улице, мы берем с собой такую грелку, иначе пальцы могут онеметь, знаете ли. А теперь посмотрите на нее повнимательнее, и вы увидите, что на ее поверхности есть маленькие отверстия. Это помогает теплу выходить наружу, так что мы можем греть руки, не обжигая их, хотя внутри находится горячий уголь. Как все сложно. Говорите вы и думаете о том, как вам повезло жить в наше время. Всего одним щелчком мыши, не выходя из дома, вы можете заказать в сети моментальные грелки для рук. И не нужно никакого угля. Вы можете положить их и в обувь, чтобы согреть пальцы ног, ведь они компактные, в отличие от этой металлической сферы. Вы с Бартоломью приходите к нему домой. Вы замечаете, что он не снимает верхнюю одежду. В самые холодные месяцы мы не раздеваемся, потому что отопление в доме не всегда хорошее, говорит он. Как вы видите, в центре нашего дома есть камин, и прямо над ним находится отверстие, а не дымоход, из-за чего мы теряем очень много тепла. Но мы не спим в уличной одежде. Вместо этого мы нагреваем в огне кирпичи и камни, заворачиваем их в ткань и относим в своей кровати, чтобы согреть простыни. Также мы надеваем ночные колпаки. А когда мы не спим, то стараемся держаться поближе к камину. Теперь вы точно больше цените свою водяную грелку, верно? И вам не нужно оборачивать ее тканью, как делают эти люди. У нее есть вязанный чехол для вашего удобства. А самое приятное, что она гораздо мягче кирпича, и ее можно разогреть в микроволновке за считанные секунды. Как грубо с моей стороны. Я забыл предложить вам поесть, говорит Бартоломью. Я упоминал, что зима для нас означает затишье, но нам все равно нужно работать, чтобы не умереть с голоду. Чтобы пережить средневековую зиму, нужно готовиться заранее. Мы заготавливаем дрова для костра с ранней весны и до конца лета. Осенью мы запасаем продукты. Мы должны подготовить их особым образом, чтобы они сохранились в течение зимних месяцев. Мясо это тоже касается. Мы его солим, сушим и маринуем. Крупы и бобовые мы сушим и храним в керамических или глиняных горшках. Позже мы используем их для приготовления тушеных блюд и супов в горшочках вместе с овощами. В общем, все, что мы можем найти, идет в горшок. Самые распространенные продукты, которые мы употребляем, это лук, горох, фасоль, чечевица и зелень. Например, петрушка. Однако мы должны включать в свой рацион белок. И мы делаем это, употребляя сыр, яйца, жирный бекон или соленую свинину. Что касается свежих фруктов и ягод, то зимой их трудно найти. Поэтому мы сохраняем те, которые уже собрали, методом воздушной сушки. Вы думаете про себя? Если бы у этих людей была сушилка для продуктов, их жизнь была бы намного проще. Они могли бы использовать ее для всей той еды, о которой говорил Бартоломью. От фруктов до мяса. Но опять же, здесь нет электричества. Я бы не хотел, чтобы после моего рассказа вы подумали, что зима у нас мрачная и скучная. Мы находим способы развлечь себя, говорит Бартоломью. Но чем? Они же не могут смотреть кино или сериалы. Мы много играем в снегу. Взрослые и дети все вместе. Крестьяне катаются на коньках по замерзшим озерам. Раньше для этого использовали куски полированного дерева или лошадиные кости. Ну а теперь у нас есть и железные коньки. Должен заметить, что здесь, в Западной Европе, катание на коньках не так распространено, как в Скандинавии. Люди там больше привыкли к снегу и низким температурам. Катание на санках – еще одно веселое занятие, которое мы любим. Также есть игры в помещении. Например, шахматы или нарды. Престиж, шерсть и рассказывать истории – тоже хороший способ провести время в кругу семьи. Конечно, знать и доступно больше развлечений. Так охота на кабана очень распространена среди элиты. В этот момент в дверях появляется портал, Бартоломью говорит. Похоже, вам пора домой. Кто бы мог подумать, что самым важным аксессуаром в машине может оказаться пилочка для ногтей. Думаете, она годится только для маникюра? Оказывается, пилочкой можно освежить дворники. На дворниках есть резина, которая очищает стекло и убирает воду, грязь или насекомых с лобового стекла. Со временем эта резинка покрывается слоем грязи, и дворники перестают делать свое дело. Чтобы это исправить, достаточно снять дворники и пройтись по резине пилочкой для ногтей. Так дворники прослужат еще несколько месяцев. Их эффективная работа особенно важна зимой, когда стекло нужно постоянно чистить от снега. Этот лайфхак поможет не только лучше видеть через лобовое стекло для безопасного вождения, но и сэкономить на покупке новых дворников. Вы плохо припарковались и задели машины и столбик. Маленькую ямку можно убрать кубиком льда. Положите кусок сухого льда на место удара и вуаля! Бампер опять как новый! Но это работает только для металлических деталей. Все дело в тепловом расширении. Когда металл нагревается, он расширяется, а когда остывает, сжимается. Если положить лед на углубление, внутри металла возникнет напряжение, которое заставит его вернуться к прежней форме. А еще можно использовать присоску, с помощью которой переносит стекла. Просто прижмите ее к вмятине, а затем потяните. Подойдет и обычный вантус для раковины. Теперь попробуем скрыть царапины на месте удара. Можно подобрать лак для ногтей того же цвета, что и ваш автомобиль. Обычно царапины на кузове не глубокие. Они повреждают только прозрачный верхний слой покрытия и даже не задевают краску. Лак для ногтей заполнит царапину и автомобиль будет выглядеть как новый. А если вы каким-то образом повредили лобовое стекло и видите, что там есть небольшие трещины, можно взять прозрачный лак для ногтей. Он заполнит микротрещины и не даст им увеличиться. Есть лайфхаки, чтобы машина всегда была чистой. Давайте начнем с фар. Если после поездки очистить фары от насекомых не получается, возьмите обычную бритву. Она поможет соскрести грязь, которая прилипла к фарам. Тоже можно сделать с лобовым стеклом. Только не нажимайте слишком сильно, чтобы не поцарапать стекло. А чтобы фары всегда были чистыми, нужно взять обычную свечу и white spirit, то есть растворитель. Натрите свечу на терке, насыпьте в стакан, потом добавьте растворитель и нагрейте стакан феном. Затем нанесите это на фары или на лобовое стекло. А еще такое средство можно нанести на боковые зеркала. Это создаст защитный слой воска, который будет отталкивать грязь и капли воды. Если фары все еще пачкаются, выдавите немного зубной пасты на сухую тряпку и отполируйте их. Зубная паста справляется намного лучше, чем обычные чистящие средства. Чтобы защитить кузов автомобиля от грязи и дождя, используйте кондиционер для волос. Смешайте одну часть кондиционера и две части воды. Затем с помощью салфетки из микрофибры нанесите смесь на чистый автомобиль. Желательно сразу после мойки. А через пять минут вытрите машину насухо. Капли грязи и дождя будут буквально отскакивать от покрытия. Теперь перейдем к интерьеру. Бывает, что лобовое и заднее стекла запотевают. Это происходит потому, что влага, содержащаяся в теплом воздухе салона, соприкасается с холодными окнами автомобиля. Вода конденсируется, превращается в капли и остается на стеклах. Возьмите обычную пену для бритья и нанесите ее на лобовое стекло изнутри. Порции размером с кулак хватит на все стекло. Подождите несколько минут и протрите стекло сухой тканью. Химические вещества в пене защитят стекло от запотевания. А чтобы избавиться от влаги в салоне, возьмите носок и насыпьте в него наполнитель для кошачьего туалета. Если ваш кот не возражает. Завяжите носок и положите в машину. Наполнитель впитает влагу из воздуха в автомобиле и ваши окна будут сухими. Этот носок может пригодиться, если вы где-нибудь застрянете в снежную погоду. Колеса прокручиваются, а машина стоит на месте. Если высыпать кошачий наполнитель прямо перед ведущими колесами машины, сцепление шин улучшится. И вы сможете выбраться из снежной ловушки. Но что делать, если в безлюдном месте сядет аккумулятор и рядом не будет никого, кто мог бы завести двигатель? Возьмите домкрат и приподнимите ведущие колеса машины. Затем возьмите буксирный трос. Он всегда должен лежать в багажнике. Оберните трос вокруг колеса так, чтобы когда вы его потянете, колесо крутилось как при езде вперед. Включите первую передачу и поверните ключ зажигания. Теперь начните быстро разматывать трос, чтобы колесо начало вращаться. Машина завелась. Это все равно, что ее толкать. Правда, трюк работает только для машин с механической коробкой передач. Если проливать масло при заливке в двигатель не хочется, вставьте в отверстие отвертку и лейте масло на нее. Более продвинутый вариант использовать канистру. Дело в том, что резьба на ней идеально совпадает с резьбой на отверстии двигателя. Итак, возьмите пустую канистру из-под масла и отрежьте дно. Теперь верните ее в отверстие и заливайте масло, не опасаясь его пролить. Если дверная ручка или замок замерзнут зимой, поможет обычное дезинфицирующее средство для рук. Оно растопит лед, можно намочить в нем ключ, а затем вставить в замок. Это тоже работает. Если у вас нет антисептика, возьмите обычную соломинку, прислоните ее к замку и продуньте через нее теплый воздух. Несколько минут дыхания и замок откроется. Вы заряжаете телефон в машине, но длинные провода постоянно запутываются? Не нужно их резать. Возьмите провод и обмотайте его вокруг карандаша. Подуйте на него горячим воздухом с помощью фена, только не перегрейте. Теперь он выглядит как гибкая пружина и стал намного короче. Если вы любите напитки в бутылках, а в машине нет открывашки, можно использовать кончик ремня безопасности. Это поможет вам насладиться любимым напитком. Если вы живете в теплых краях и не раз обжигались о горячей руль автомобиля, самое простое решение – поворачивать рулевое колесо на парковке так, чтобы его нижняя часть была направлена вверх. Вернувшись в машину, вы сможете держать руль за прохладную верхнюю часть. Кроме того, если салон перегреется на парковке, опустите водительское стекло, выйдите из машины и несколько раз откройте и закройте заднюю пассажирскую дверь. Это ускорит процесс проветривания салона, и вам не придется ехать в парилке. При выходе из машины иногда может ударить током. Это статическое электричество. Одежда трется о сиденье, а затем мы трогаем металлическую дверь, и в этот момент между рукой и дверью возникает электрический разряд. Чтобы этого избежать, открыв дверь, прикоснитесь рукой к корпусу автомобиля. Вы можете прикоснуться к пассажирской двери снаружи, затем ставьте ногу на землю и вылезайте из машины. Ура! Вас не ударило током! Если вы начинающий водитель, габариты автомобиля чувствуются не очень хорошо, и машину можно поцарапать даже при въезде в свой гараж. Просто подвесьте к потолку теннисный мяч, чтобы он касался лобового или заднего стекла, и вы понимали, когда нужно остановиться. Больше никаких царапин! Если вы делите машину с кем-то еще, и водительское сиденье приходится постоянно передвигать, можно наклеить полоски цветной ленты на панель под сиденьем и водительскую дверь, когда сиденье находится в удобном положении. Теперь для регулировки нужно просто синхронизировать эти полоски. Для каждого водителя можно использовать ленты разного цвета. Или можно купить еще пару машин. Правда, такой вариант обойдется дороже. Когда на улице слишком холодно, самолеты часто задерживаются. А в экстренных случаях рейсы даже отменяют. При сильном снегопаде видимость сильно ухудшается, и самолетам небезопасно двигаться по земле и взлетать. Во время метели диспетчер может дать самолету команду оставаться на земле и ждать улучшения погоды. Другая причина – обледенение взлетно-посадочной полосы. Шасси самолета, как колеса автомобиля. Только их нельзя оснастить шипами, чтобы самолет не скользил. Но даже если бы это было возможно, для успешного взлета самолету необходимо развивать скорость выше, чем на обычной дороге. Если взлетно-посадочная полоса покрыта льдом, самолет может с нее съехать. Похожие ситуации уже случались. Например, в январе 2014 года аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был закрыт после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и попал в снег. К счастью, никто не пострадал, но сотрудникам аэропорта пришлось откапывать судно, попросив помощи местной полиции. Та же проблема с посадкой, которую на морозе осуществить сложнее, потому что самолет находится в гораздо менее контролируемой среде и движется с еще большей скоростью. Более того, если самолет, который собирается взлетать и начинает скользить, попадет на открытую площадку, он остановится там. А вот авиалайнер, который вот-вот приземлится, может в конечном итоге врезаться в здание аэропорта. Это очень опасно. Из-за мороза сам самолет может покрыться инеем или даже льдом. Конструкция самолета тщательно спроектирована, и любое вмешательство вызовет огромные проблемы. По словам пилотов, даже легкая корка льда на крыльях самолета может повредить их тонкую конструкцию и разрушить подъемную силу. Но обледенение можно предотвратить. Сотрудники аэропорта обрабатывают крылья специальным раствором, не давая льду скапливаться на обшивке. Вернемся на взлетно-посадочную полосу. Если она покрыта льдом, мало что можно сделать. Если не светит солнце, шансы безопасно убрать лед практически равны нулю. Есть вероятность повредить дорожное покрытие. Сделать выбоины, которые приведут к проблемам как при взлете, так и при посадке. Представьте, что вы на полной скорости едете на машине и попадаете в яму. Неприятные ощущения. А теперь умножьте их на тысячу, ведь самолет намного тяжелее автомобиля. И не забывайте, что шасси там не для езды. Реактивное топливо и оборудование для топлива также могут замерзнуть, если температура слишком низкая. Топливо замерзает при минус 40 градусах, но это может произойти только на земле перед взлетом. На крейсерской высоте температура может опускаться до минус 57, но поскольку жидкость находится внутри самолета и постоянно сгорает, там намного теплее. Однако на земле топливо может замерзнуть, и если это произойдет, то рейс отменен. То же самое и с насосным оборудованием. Даже если топливо еще жидкое, насос может обледенеть. В худшем случае он сломается, что повлечет за собой капитальный ремонт воздушного судна и длительные задержки рейсов. Наконец, перед взлетом или посадкой работникам из наземной команды приходится долго находиться на морозе. Эта проблема решается разделением команды на пары. Одна группа выходит на площадку для выполнения работы, пока другая ждет их в укрытии. Через 20 минут первая группа идет греться, а вторая продолжает работу. Это эффективный метод, но все же он замедляет ход работы, так что из-за этого рейсы тоже могут задерживаться. Но, несмотря на все проблемы, которые может вызвать мороз, для самолета он полезнее, чем жара. Холодный воздух плотнее горячего. Поэтому авиалайнеры получают большую подъемную силу и лучше держатся в воздухе. А еще их легче контролировать в полете. Молекулы воздуха движутся медленнее и ближе друг к другу, создавая постоянный поток воздуха вокруг крыльев и кабины. На больших высотах воздух естественным образом становится тоньше, поскольку его молекулы рассредотачиваются и уменьшаются. Именно поэтому самолеты не могут попасть в верхние слои атмосферы. Там просто не хватит воздуха для создания достаточной подъемной силы. То же самое происходит, когда на Земле слишком жарко. Молекулы ускоряются и разделяются. А значит, крыльям самолета не хватает воздуха, чтобы перейти в режим полета. В сильную жару самолет должен двигаться намного быстрее, чтобы взлететь и создать достаточное сопротивление воздуха и подъемную силу. Но для этого двигатели должны работать лучше. А в очень жаркую погоду это невозможно. С разрежением воздуха уменьшается и количество кислорода. А реактивные двигатели используют кислород в атмосфере для сгорания. Когда его не хватает, двигатели не могут преобразовать достаточное количество энергии в тягу, что означает медленное ускорение и худший выход энергии. Итак, проблема в том, что взлетно-посадочная полоса должна быть длинной, чтобы самолет набрал достаточную скорость и подъемную силу для взлета. Но он не может этого сделать, потому что двигатели работают не в полную силу. Обычно это не вызывает проблем, но только до определенного момента. Когда температура на уровне Земли достигает около 49 градусов, некоторые рейсы могут отменить, потому что попытка взлета может быть опасной. Другие самолеты более термостойкие и мощные, но тоже зависят от жары. Некоторым в сильную жару приходится уменьшать вес, убирая часть топлива, груза или даже пассажиров. Легкая загрузка означает лучшее ускорение перед взлетом и помогает избежать отмены рейсов. Но она также означает, что самолеты не работают на полную мощность. Средняя крейсерская высота полета составляет 11 километров. Технически такая высота самолету не нужна, но она дает ему лучшую скорость и эффективность. На больших высотах воздух становится тоньше, что означает меньшее сопротивление ветру, но и меньшую подъемную силу. Для большинства самолетов зона между 9 и 12 километрами является оптимальной. Эти два фактора здесь уравновешиваются. Наверняка вы уже не пользуетесь ноутбуком 99-го года выпуска. Впрочем, он и не летает со скоростью звука. К счастью, у самолетов срок службы намного больше. Некоторые самолеты начала 70-х до сих пор на ходу. Возможно, они не такие быстрые и расходуют больше топлива, но старые самолеты также безопасны, как их современные аналоги. Инверсионные следы белого цвета, которые самолеты часто оставляют за собой на больших высотах, легко принять за выхлопные газы, но это просто водяной пар. Во время полета в двигателях скапливается влага, которая после выходит с выхлопом. Горячий влажный воздух из двигателей смешивается с прохладным и сухим на большой высоте и образуются длинные линии пара. Влажность контролирует образование и видимость инверсионных следов. Вы когда-нибудь замечали цифры в конце взлетно-посадочной полосы? Их используют, чтобы показать пилоту, в каком направлении стоит самолет. Например, число 36 — это сокращение от направления в 360 градусов или прямо на север. Наряду с цифрами буквы R и L указывают, находится ближайшая взлетно-посадочная полоса справа или слева. Огни на концах крыльев самолета называются габаритными или навигационными и используются в условиях ограниченной видимости. Они помогают самолетам видеть друг друга в темноте, а также сообщают пилотам, в каком направлении движется воздушное судно. Красный свет находится на конце левого крыла, а зеленый — на конце правого. Третий свет белый и расположен на хвосте или рядом с ним. Может показаться странным, что экипаж проверяет поднятые или опущенные оконные шторы. Это делается для того, чтобы глаза пассажиров привыкли к внешнему свету. Это связано с быстрой посадкой и высадкой. Но в чрезвычайной ситуации люди не должны останавливаться перед тем, как покинуть самолет. Зима 1980 года. Мы находимся в маленьком городке Лэнгби. 19-летняя Джин Хиллиард едет домой после встречи с подругой. Она решает срезать путь и сворачивает на обледенелую скользкую дорогу. В темноте она теряет контроль над автомобилем. Он падает в кювет. Аварийные огни, снегопад, ночь и сильный мороз. Джин выбирается из машины. На ней только легкое зимнее пальто, варежки и ковбойские сапоги. Температура воздуха ниже, чем в морозильной камере. Джин уверена, что ее подруга живет неподалеку и идет в ту сторону. Поднявшись на высокий холм, она понимает, что выбрала неправильный путь. Кажется, она заблудилась. Девушка проходит еще три километра и замечает вдалеке дом другой своей подруги. Ей очень холодно. Она идет туда. Затем все вокруг становится черным. Джин теряет сознание. На следующее утро владелец ранчо, Уолли Нельсон, просыпается в прекрасном настроении. Наступили праздничные дни. За окном зимняя сказка. Он выходит из дома и замечает тело Джин Хиллерд всего в нескольких метрах от крыльца. Уолли подходит к девушке, трясет ее и ужасается. Тело неподвижное, холодное и твердое, как замерзшее дерево. Ее глаза открыты, но не двигаются. Волосы заледенели. Она не выглядит живой. Но Уолли видит, что девушка дышит. Джин удалось выжить. Уолли хочет посадить ее в свою машину, чтобы отвезти к врачу. Но тело девушки не гнется и не помещается в машину. Она напоминает статую. Он берет машину побольше и мчится в больницу как можно быстрее. Врачи забирают Джин, но считают, что у нее нет шансов выкарабкаться. Ее рука настолько твердая, что ни одна игла не может ее проткнуть. Низкая температура, остекленевшие глаза и твердый, как камень мышцы, все это результат аварийного режима. Ее тело направило всю кровь к жизненно важным органам, чтобы обеспечить их функционирование. Вот почему другие части ее тела выглядят безжизненными, а кожи и мышцы ни на что не реагируют. Врачи решают использовать грелку, чтобы согреть девушку. Ее родные надеются на ее спасение. Но сейчас все, что они могут делать, это ждать. Обморожение опасно тем, что любая замерзшая жидкость начинает расширяться. Наполните небольшую бутылку водой и положите ее в морозильную камеру на несколько часов. Затем достаньте ее, и вы увидите, что бутылка расширилась или даже треснула из-за увеличения объема жидкости. То же происходит и внутри нашего тела. Мы почти на 70% состоим из воды. Когда она замерзает, ее частицы превращаются в кристаллы льда и разрывают клеточные мембраны. Фрагменты льда могут растягивать и разрушать ткани. Это называется обморожением. Кроме того, в условиях сильного холода наш организм замедляет все внутренние процессы, чтобы сохранить силы и энергию. Сердце делает меньше ударов, а легкие потребляют меньше кислорода. Метаболизм замедляется. Это произошло с Джин. И, вероятно, именно это спасло ей жизнь в тот день. Она пролежала в снегу на сильном морозе около 6 часов. Но почему частицы льда не начали разрушать мембраны ее клеток? Как ее организм противостоял таким повреждениям и смог выжить? Врачи в больнице с радостью наблюдают, как Джин становится лучше. Теплая кровь распространяется по замерзшим сосудам и возвращает ее тело к жизни. Удивительно, но кристаллы льда не повредили ее мышцы и кожу. Через несколько часов девушка приходит в сознание. К полудню она начинает говорить. Джин не знает, что произошло. Она помнит, как шла к дому своей подруги, а потом очнулась в больнице. Больше всего ее беспокоит то, что машина ее отца находится где-то в кювете. Как выяснилось, девушка упала и на четвереньках доползла до дома Уолли Нельсона. Она не помнит этого, но, видимо, в ту ночь ее мозг включил инстинкт выживания. К сожалению, ей не удалось проползти последние несколько метров. Джин потеряла сознание у двери и пролежала там шесть часов. Врачи осматривают девушку и понимают, что она полностью здорова. Вскоре ее выписывают из больницы. Этот случай не уникален. Профессор неотложной медицины Дэвид Пламер рассказал, что за последние 10 лет он видел около 12 случаев, когда пациенты выживали после сильного обморожения. Джин возвращается домой и узнает, что прославилась. Она становится героиней статей, интервью и телепередач. Ее случай привлекает внимание врачей по всему миру. Но никому не удается выяснить, как именно она смогла выжить. Когда речь идет о людях, такие случаи кажутся абсолютным чудом. Но в живой природе много существ, способных приспосабливаться к экстремальным условиям. Одно из них – древесная лягушка. Это небольшие создания живут в основном в умеренных и тропических районах Евразии. Иногда им приходится сталкиваться с холодной погодой. Когда они чувствуют, что замерзают, их организм впрыскивает глюкозу в кровь, и содержимое их клеток превращается в сироп. Сахар снижает температуру замерзания воды. Так древесные лягушки приспособились к морозам. Вода в ней их клеток замерзает. Их тела становятся твердыми, как кубики льда. Но лягушки выживают и прекрасно себя чувствуют. Когда становится теплее, они полностью восстанавливаются. Кровь наполняет их тело и приводит в движение все мышцы. Но одним из самых удивительных животных, способных выдерживать низкие температуры, является ледяная рыба. Она прозрачна и чем-то напоминает медузу. Она плавает в темных, холодных водах Антарктики. Рыба чувствует себя там комфортно благодаря антифризу в крови. Точнее, это уникальное вещество, которое по своим функциям похоже на антифриз. Эта жидкость не позволяет клеткам, органам и всему телу рыбы замерзнуть. В ее крови нет эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Это единственное позвоночное, обладающее такой сверхспособностью. На нашей планете есть организмы, которые используют холод для продления своей жизни. Ученые обнаружили некоторых из них во льдах Сибири. Обычно микроскопические многоклеточные существа, напоминающие маленьких червей, могут прожить в мурозильной камере около 10 лет. Но червям из Сибири было около 24 тысяч лет. Ученые перевезли их в лабораторию и разморозили. Черви ожили и начали размножаться сразу после всех этих веков сна. Их тела способны впадать в криптобиоз. Состояние, когда полностью замороженный организм поддерживает минимальные жизненные функции. Анализ показал, что черви могут находиться в этом режиме десятки тысяч лет. И таких животных на нашей планете довольно много. Кроме того, они крайне устойчивы к радиации. Они практически неуязвимы. Но вернемся к нашей истории. Возможно, организм Джин Хиллерд ненадолго впал в криптобиоз. Или в крови девушки была какая-то незамерзающая жидкость. Никто не знает наверняка. В наши дни Джин работает на обычной работе и почти не вспоминает тот день. Дальнейшие исследования таких случаев могут помочь ученым создать специальные средства для низких температур. Представьте, что вы можете спокойно выйти на улицу зимой в футболке и шортах. От вашего тела идет пар, а лед тает под ногами. При этом вам тепло и комфортно. Просто мечта. Но в реальности производители зимней одежды, конечно, такого не допустят. Мы в Сибири. Здесь так холодно, что ледяные порывы ветра обжигают лицо. А весь этот белый снег слепит глаза. Из-за вечной мерзлоты это место напоминает Антарктиду. Недавно группа ученых исследовала одну из местных рек. С помощью буровой установки они взяли несколько образцов мерзлого грунта. Ученые были потрясены, обнаружив внутри льда живых существ. Позже в лаборатории они поняли, что эти существа микроскопические многоклеточные организмы, известные как пиевковидные калавратки. Они похожи на маленьких червячков. Ученые уже знали, что эти черви могут жить в замороженном состоянии до 10 лет. Но возраст калавраток, найденных во льду, составлял около 24 тысяч лет. И после размораживания они начали размножаться. Как будто проспали несколько часов, а не тысячи лет. Анализ показал, что эти организмы могут пребывать в таком состоянии сотни тысяч лет. Калавратки, возможно, жили в то время, когда люди еще не изобрели колесо. И это не единственная их сверхспособность. Они относятся к числу наиболее радиоактивно устойчивых существ на Земле, и могут выжить в местах, где нет кислорода и воды. Они также способны выживать в районах с высокой кислотностью и долгое время обходиться без пищи и воды. Кстати, это не единственные существа, о которых известно, что они живут тысячи лет. Некоторые виды мха и микроорганизмов тоже почти бессмертны. Нематоды – круглые черви. Одни из наиболее адаптивных разновидностей червей в мире. Представьте себе Эйфелеву башню. А теперь давайте увеличим ее в 10 раз и поместим под землю. Именно на такой глубине, в нескольких километрах под землей, ученые и обнаружили этих существ. Там нет солнечного света и почти нет воздуха. А поскольку это место гораздо ближе к ядру Земли, чем поверхность нашей планеты, температура там выше, чем в центре самой жаркой пустыни. Миллионы тонн почвы сверху создают безумное давление. Но все это не смогло помешать развитию жизни. Когда у круглых червей заканчивается воздух, пища или когда температура становится слишком высокой, они впадают в стазис или в глубокую спячку. В этом режиме метаболизм у них замедляется и почти все процессы в организме останавливаются. Черви могут проспать очень долго и проснуться только тогда, когда окружающая среда станет более пригодной для жизни. Кстати, вовсе не нужно уходить под землю так глубоко, чтобы найти этих существ. Нематоды встречаются по всему миру и могут жить высоко в горах, в горячих источниках, пустынях, во льдах Антарктиды или внутри животных и людей. Наши следующие неуязвимые существа – тихоходки или водяные медведи. Это микроскопические восьминогие беспозвоночные, тесно связанные с членистоногими. К невооруженным глазам их не видно. Но их можно рассмотреть в деталях с помощью обычного микроскопа. Они чем-то напоминают медведей. Их прозвали водяными медведями, потому что им нужен тонкий слой воды вокруг тела для предотвращения обезвоживания. Тихоходки обитают во всех типах окружающей среды – от океанских глубин до песчаных дюн. Они невероятно выносливы благодаря уникальной структуре организма. Да, они выглядят мягкими, но их тело покрыто жесткой кутикулой, которая похожа на экзоскелеты кузнечиков, богомолов и других насекомых. Во время роста водяные медведи сбрасывают старый слой кутикулы. Каждый из их восьми ножек имеет от четырех до шести когтей, что помогает этим малышам цепляться за любую поверхность. Они могут выжить при температуре, которая почти в три раза ниже температуры во льдах Антарктиды. Жара им тоже не вредит. Оказывается, они выживают даже при температуре кипения воды. А еще тихоходки не боятся радиации и высокого давления. В глубинах океана давление может разрушать сплавы самых прочных металлов, но эти существа способны выдерживать в шесть раз большее давление. А круче всего то, что они могут жить в космическом вакууме. У нашей планеты есть магнитное поле, щит, который защищает нас от радиации. Тихоходки не нуждаются в такой защите. Они могут выйти на околоземную орбиту и вернуться невредимыми. Все благодаря белку, который защищает их ДНК от ионизирующего излучения. Как и другие бессмертные организмы, тихоходки умеют впадать в состояние криптобиоза. Они втягивают голову и ноги внутрь тела и засыпают. Если окружающая среда предполагает замерзание, высыхание или нехватку кислорода, они останутся в этом состоянии, пока ситуация не улучшится. Итак, это крошечные организмы и микробы, которых можно увидеть только в микроскоп. А теперь познакомимся кое с кем покрупнее – с дьявольским броненосцем. Эти жуки живут на юго-западе США и в Мексике. Они не могут переносить экстремально высокие температуры, жить без кислорода или в условиях повышенной радиации. Но их панциры настолько прочны, что их можно пробить только дрелью или молотком. Их прочные экзоскелеты сделаны из особого вещества – хитина, который также есть у крабов и креветок. Но именно у этих жуков хитин настолько прочен, что позволяет им противостоять удару автоматику, движущегося с большой скоростью. В минуты опасности они прячут свои усы и лапки в специальных углублениях в панцире. Другие животные не могут прокусить броню, поэтому они просто выплевывают такого жука. Как только опасность исчезает, жук снова вытягивает лапки и отправляется по своим делам. Также броня спасает жуков от обезвоживания, что очень полезно в жарких районах Мексики и юго-запада США. Внутри экзоскелета они накапливают влагу. Другими словами, эти насекомые поглощают воду, когда ее находят, и потом носят жидкость внутри в виде запасов. Следующие создания невероятно хрупкие, но они знают, как выжить там, где другие существа не выживают. Итак, мы на юго-востоке Румынии, недалеко от Черного моря. Здесь, на пустынной широкой равнине, можно заметить шахту, которая уходит глубоко под землю. Воздух на поверхности нашей планеты обычно содержит около 20% кислорода, но в шахте его всего 10%. В пещерах воздух содержит больше сероводорода и углекислого газа, и нам с вами там не обойтись без кислородного баллона. Можно даже сказать, что вода и воздух там отравлены, и мало кто способен там выжить. Однако в этой пещере было найдено 48 видов живых организмов. 33 из них обнаружены совсем недавно. И это не только микробы или бактерии, невидимые без микроскопа, но и более крупные существа. Здесь живут странные белые улитки, и они ползают по стенам шахт. В воде плавают прозрачные креветки и куча неизвестных видов пиявок, а по земле бегают белые многоножки с огромными усами и жуткие белые пауки. И все они обитают здесь уже почти 5 миллионов лет. Вы также можете встретить водяного скорпиона и еще один уникальный вид этого животного. Он не похож на своих сородичей, живущих в горячих песках или тропических лесах. Все существа здесь выглядят необычно. Они либо белые, либо прозрачные. У них нет глаз, зато есть длинные лапки и усики-антенны, которые помогают им ориентироваться в темном пространстве. Чем дальше в пещеру, тем меньше в воздухе остается кислорода. Но количество живых организмов растет. Воздух наполнен метаном и углекислым газом. Обитатели пещеры никогда не видели солнечного света и не выходили из темноты. Кажется невозможным выжить в условиях, где растения не вырабатывают кислород. Секрет выживания всех этих созданий кроется в небольшом озере. Поверхность воды покрыта странной пеной. Если приглядеться, можно увидеть, что это белое вещество живое. Оно напоминает мягкую влажную бумагу, которую легко порвать. Это миллиарды живых организмов, бактерий, называемых автотрофами. В пещере гораздо больше углекислого газа, чем снаружи, и эти бактерии, как и растения, поглощают его. Для этого они не используют фотосинтез, а значит, им не нужен солнечный свет. Они используют воду для процесса под названием хемосинтез. Эти бактерии выделяют пищу для других бактерий. Те другие бактерии служат пищей для более крупных существ. Такой уникальный пищевой цикл существует только в этом укромном уголке планеты. На одной горе в Северном Китае есть участок земли, который не тает круглый год. Его называют «холодной землей». Оказалось, что под верхним слоем почвы спрятана область вечной мерзлоты и замораживает все, что находится над ней. Неподвластный климату участок замерзшей земли занимает почти 8 метров горного склона в округе Пинтьюань. Область славится жаркой погодой, и из-за палящего солнца воздух разогревается до 32 градусов. Замерзшему участку земли удается выдерживать невероятные температуры благодаря покрывающему его жесткому слою почвы. Она предотвращает попадание солнечных лучей и таяние вечной мерзлоты, из-за чего земля остается замерзшей круглый год. Да, Аргентина славится своими прекрасными пляжами и жарким солнцем, но на юге страны можно наткнуться на потрясающий ледник Перито-Морено. Он занимает площадь более 258 квадратных километров и постоянно увеличивается. В леднике можно увидеть ледяные арки. Вдруг одна из них ломается и лед обрушивается в воду. Это совершенно естественный процесс. Арки сначала формируются, а затем разрушаются. И так по кругу. На стеклянном пляже Калифорнии нет песка. Лишь разноцветная галька, похожая на драгоценные камни. Она называется морским стеклом. Удивительно, но эти красивые камешки появились из мусора. В течение десятилетий местные жители использовали пляж в качестве огромной свалки. Сюда вывозили стекло, бытовую технику и даже автомобили. В конце концов, штат запретил выбрасывать отходы на пляж. За прошедшие годы волны разрушили весь мусор, превратив его в ярко раскрашенную гальку, которая теперь привлекает туристов со всего мира. Самый высокий водопад в мире – Анхель – находится на юге Венесуэлы. Его вода стекает с одной из самых больших гор в стране и падает с высоты 762 метра. Это в три раза выше Эйфелевой башни. Высота настолько огромна, что большая часть воды испаряется, даже не достигнув земли. Посетители уже на расстоянии более километра могут почувствовать, как на их коже каплями оседает туман. В Шотландии, спрятанной глубоко в лесах, находится Фидичглен. Местность выглядит как декорация к древней сказке с поросшими мхом, скальными образованиями и малиново-красными водами. Цвет воды связан с красным песчаником, прилегающим под мелководной рекой. Чтобы туда добраться, вам придется отправиться в опасный поход по крутым холмам и карабкаться по деревьям. Но это стоит того, ведь в итоге вы сможете понаблюдать за солнечным светом, отражающимся от рубиновых вод, и увидеть возвышающиеся скалы этого очаровательного мира. Трудно поверить, что окруженное изумрудными лесами розовое озеро Хиллер действительно существует на нашей планете. Оно расположено в западной части Австралии, и никто точно не знает, с чем связан такой необычный цвет воды. Однако ученые предполагают, что большое количество соли в озере привлекает розовые галлобактерии, которые и придают озеру его оттенок. На небольшом полуострове в Южной Америке находится одно из самых красивых природных чудес в мире – мраморные пещеры. Снаружи они ничем не примечательны, но внутри их стены состоят из гладких, закрученных мраморных образований голубого цвета. На протяжении тысячелетий вода разрушала отложения мрамора, образуя уникальную пещерную систему. Так, благодаря отражению воды, кажется, будто мрамор обладает темно-синим оттенком. Грязевые вулканы Азербайджана полностью соответствуют своему названию. Там их насчитывается больше, чем где-либо еще в мире – около трехсот. С момента, как люди обратили на вулканы внимание, произошло более двухсот извержений. Грязевые вулканы – это своеобразные формы рельефа, вызванные извержением грязи, воды и газов. Очаги газа вырываются из-под земли и пробиваются на поверхность, всюду разбрызгивая грязь. Кстати, вулканы могут быть довольно опасными. В 2006 году в Индонезии извержение такого вулкана покрыли всю близлежащую деревню густым слоем грязи. Памуккале – удивительный склон с множеством термальных бассейнов. Название турецкого города переводится как «Хлопковый замок». Бассейны состоят из травертина – известняка, который придает склону холма потрясающий белый цвет. Кроме того, камень обладает геотермальными свойствами, превращая бассейны в горячие источники. Всего там располагается 17 бассейнов, и все они открыты для посещения 7 дней в неделю. Температура колеблется от 35 до 100 градусов. Это своего рода природная версия гидромассажной ванны. Легенда гласит, что дорога гигантов в Северной Ирландии образовалась, когда шотландский гигант бросил вызов ирландскому. Через море была проложена дамба, по которой они смогли пройти, чтобы встретиться. Когда ирландский гигант победил своего врага, шотландский гигант бежал прочь, разрушив дамбу. Все, что от нее осталось, это самое начало у кромки воды. На самом деле это скальное образование появилось в результате извержения вулкана. Колонны шестиугольной формы образуют лестницу от Ирландского моря к подножию скалы. Самые высокие колонны достигают 12 метров. Дорога гигантов – самое популярное туристическое направление в Северной Ирландии, которое в 2019 году посетил почти миллион человек. Глубоко в шахтах Найка в Мексике можно наткнуться на пещеру кристаллов. Она состоит из огромных осколков ярких кристаллов селенита. Самое большое достигает высоту чуть больше 11 метров и является одним из крупнейших природных кристаллов в мире. Считается, что вода, которая раньше заполняла пещеру, была богата минералами, из-за чего и начали появляться кристаллы. К сожалению, из-за высокой температуры и влажной среды пещеры закрыты для туристов. Даже у ученых должно быть специальное разрешение, чтобы попасть внутрь. Река Пятицветов расположена в колумбийской провинции Мета. Она известна как радужная и славится своими яркими цветами. С лета по зиму она окрашена в желтый, зеленый, синий, черный и красный цвета. Из-за недостатка питательных веществ вода в реке прозрачная, поэтому на дне можно легко увидеть разнообразную красочную растительность. Именно растения придают воде ее многоцветие. В Новой Зеландии можно прокатиться на лодке по красивым пещерам Вайтому. Их стены светятся, как яркие звезды на фоне ночного неба, но эти огоньки не звезды, а черви. Иллюминисцентные светлячки живут в стенах пещеры, придавая ей свечение. Этот вид светлячков не обитает больше нигде в мире. Долина ведьминых труб появилась в Каппадокии тысячи лет назад. Эти необычные скальные образования представляют собой высокие шпили, образовавшиеся из-за извержения лавы. Самая высокая труба достигает высоту сорока метров. Вот уже сотни лет люди выдалбливают отверстия в скалах и делают там дома. Вы даже можете посетить один из множества отелей, расположенных прямо внутри труб. Скала «Каменная волна» – популярное место для фотосессий в западной части Австралии. Гигантская скала высотой 14 метров имеет форму океанской волны. Миллионы лет сильные ветры и дожди шлифовали скалу, подарив ей необычный внешний вид. Из-за минералов, вымытых из породы, она имеет редкий окрас – сочетание красного и серого цветов. «Каменная волна» является популярным местом для палаточного отдыха, так как поблизости располагается множество красивых озер, а дикая природа может похвастаться невероятным разнообразием. Национальный геопарк «Данься» в Китае раньше был признан одним из самых красивых ландшафтов в мире. Парк славится красочными скальными образованиями, известными в народе как «Радужные горы». Слои минералов и разноцветного песчаника медленно притягивались друг к другу на протяжении 24 миллионов лет, создавая потрясающий пейзаж. В морозном канадском парке под слоями толстого льда ученые обнаружили причудливый скелет и назвали его «Ледяной дракон». Он пролежал во льду миллионы лет. Экспертам потребовалось не одно десятилетие, чтобы определить вид этого странного ископаемого. Оно было идентифицировано как новый вид птерозавра. Птерозавры были летающими рептилиями с размахом крыльев более пяти метров, а их головы были в три с половиной раза больше их тел. Птерозавры жили 76 миллионов лет назад и парили над динозаврами. Ученые описывают их как самых больших, злых и странных живых существ из всех когда-либо летавших. Новый вид был назван краю дрэйкенбориас, что переводится как «Ледяной дракон северного ветра». В 2013 году молодой альпинист поднимался на одну из самых высоких гор Западной Европы – Монблан. Он заметил странную металлическую коробку, торчащую из снега. Альпинист открыл коробку и обнаружил, что она наполнена рубинами, изумрудами и сапфирами. Мужчина немедленно передал ее властям. Вскоре обнаружилось, что коробка, видимо, принадлежала пассажиру одного из двух рейсов из Индии, которые потерпели крушение в этом месте более 50 лет назад. Шкатулка была оценена более чем в 200 тысяч долларов. И власти все еще ищут наследника этих сокровищ. На севере Западной Сибири в 2007 году оленевод совершал прогулку со своими сыновьями и вдруг заметил во льду что-то странное. Мужчина понял, что это замороженный детеныш мамонта и немедленно связался с местным музеем. Мамонтенка назвали Люба. И на момент обнаружения это были самые хорошо сохранившиеся останки мамонта в мире. Люба пробыла во льдах 41 800 лет, а ее возраст составлял около 30-35 дней. Она успела вырасти до размеров крупного теленка. Люба путешествует по музеям всего мира, так что вы можете взглянуть на нее лично. На замерзшем континенте Антарктида, покрытым слоями льда и снега, находится Эребус – замерзший вулкан. Вулкан был обнаружен в разгар извержения в 1841 году участниками экспедиции. Высота вулкана составляет 3794 метра, и он активен уже более миллиона лет. В середине вулкана находится гигантский кратер, заполненный огромными объемами расплавленной лавы. Вулкан периодически взрывается, поэтому считается действующим. Однако из-за этих извержений не стоит беспокоиться, потому что они, как правило, небольшие. В 1991 году два туриста наткнулись в альпах на тело, которое, как они предполагали, принадлежало недавно пропавшему путешественнику. Они спустились с горы, чтобы сообщить о печальной находке. Вскоре стало ясно, что бедняга погиб вовсе не недавно. Ученые определили, что ледяному человеку более 5000 лет, и назвали его Этси. Эта находка была выдающейся, потому что тело сохранилось очень хорошо. Исследователи изучали Этси в течение долгих лет и определили, что у нас с предками гораздо больше общего, чем мы думали. Этси был весь покрыт чернильным боди-артом. Исследование содержимого желудка показало, что его последним приемом пищи было вяленое мясо, похожее на бекон, который мы едим по сей день. У Этси имеется по меньшей мере 19 родственников, проживающих в Центральной Европе. При изучении древних беличьих нор в Сибири ученые наткнулись на кое-что интересное. Одна из белок спрятала драгоценные семена глубоко под землей, и они пролежали в вечной мерзлоте примерно 32 тысячи лет. Это были семена растения «Смолевка ускалистая», которая давно исчезла. Удивительно, но ученым удалось извлечь из семян плацентарную ткань и вырастить живые растения. Таким образом, они вернули ранее вымерший цветок в естественную среду обитания по всему миру. В 1930 году группа норвежских ученых плавала по Северному ледовитому океану, проводя исследования морей и ледников. Они достигли острова Белый, опасной ледяной земли, на которую не ступала нога человека. По крайней мере, так они думали. Ученые были потрясены, обнаружив торчащий снегу уголок маленькой лодки. Внутри замерзшей лодки они нашли научное оборудование и разные личные вещи, в том числе куртку с монограммой «С.А. Андре». Это были следы знаменитой арктической экспедиции Андре. В 1897 году шведские следователи во главе с Соломоном Андре отправились к Северному полюсу на воздушном шаре, наполненном водородом. Больше о них никто не слышал. Люди узнали, что случилось с экспедицией, только когда 33 года спустя были найдены эти обломки. Оказалось, воздушный шар потерпел крушение на острове Белый всего через два дня после вылета из Швеции. Исследователи путешествовали вдоль острова на самодельной лодке, но так и не смогли никуда уплыть. Самый хорошо сохранившийся шерстистый мамонт из всех когда-либо найденных был обнаружен в 2010 году в районе Вечной Мерзлоты в Сибири. Ученые назвали замороженного мамонта Юка в честь деревни, недалеко от которой он был найден. Самка мамонта была заморожена в течение 39 тысяч лет и считается, что ей было от 6 до 8 лет. Поскольку Юка так хорошо сохранилась, ее изучение позволило узнать много нового о мамонтах. В 2019 году ученые сообщили, что им удалось активировать клетки, взятые из ткани Юки. Быть может, однажды по земле вновь будут бродить мамонты. По фотографиям и видео Антарктида кажется жутко холодной, покрытой снегом и плоской, за исключением нескольких небольших холмов. До недавнего времени ученые так и считали. Однако при изучении горы Гамбурцево в начале 2000-х годов исследователи обнаружили, что небольшие скалистые холмы – это верхушка гигантского горного образования под километровым слоем снега. Используя радиолокационную технологию, они выяснили, что горы имеют высоту около 3000 метров и простираются на 1200 километров. Они примерно того же размера, что и европейские Альпы, только скрыты под тоннами льда и снега. Житель Якутии осматривал реку и заметил во льду что-то интересное. Это был детеныш шерстистого носорога, которого позже назвали Саша. Шерстистые носороги вымерли более 15 тысяч лет назад. Считается, что Саша мог находиться во льду на протяжении 39 тысяч лет. Это единственный шерстистый носорог, который был обнаружен целиком. Когда ледники вокруг коммунной Пеио на севере Италии начали таять, там были обнаружены артефакты столетней давности. Личные вещи солдат, такие как дневники, фотографии и даже любовные письма. Историки даже нашли отлично сохранившуюся подо льдом хижину. Она была набита железными касками и одеждой. В 1845 году сэр Джон Франклин отправился в экспедицию по освоению Арктики. Экипаж путешествовал на двух кораблях, принадлежавших королевским ВМС Великобритании. Эребус и Террор. Экспедиция потерпела провал, и оба корабля были затеряны в ледяных водах. В 2016 году группа исследователей обнаружила судно «Террор». И несмотря на то, что корабль пропал 170 лет назад, ледяные воды сохранили его в первозданном состоянии. Ученые описали корабль как «застывший во времени». Тарелки и стаканы все еще стояли на полках. Кровати и столы были в полном порядке, и даже багаж пассажиров находился в хорошем состоянии. Неподалеку был обнаружен и Эребус. Но из-за переменчивых водных условий корабль был не в лучшей форме. Ледниковый лед, окружавший горный перевал в Норвегии, который использовался викингами, скрывал в себе сотни древних артефактов. Одним из таких артефактов считался гигантский запертый ящик из дерева. Исследователям не терпелось поскорее его открыть. Они были уверены, что внутри будет полно сокровищ викингов или предметов, которые дадут нам представление о древнем обществе. Однако в ящике оказалась лишь простая свеча из пчелиного воска. На самом деле ящик был не таким уж и древним. Анализ свечи позволил датировать его 17 веком, а эпоха викингов закончилась в 11. В 11-м, вероятно, ящик принадлежал фермеру, который вез свечу со своей летней фермы на зимнюю, чтобы освещать долгие ночи. Примерно треть здоровых подростков и взрослых говорят, что они чувствуют себя очень сонными, будто у них нет энергии. Давайте разберемся, почему это происходит. Во-первых, нужно избегать употребления слишком большого количества сахара. Сначала вы получаете быстрый заряд энергии, и уровень сахара в крови резко подскакивает. Но эффект быстро проходит, и наступает так называемый сахарный кризис. Получается замкнутый круг. Сначала мы быстро заряжаемся энергией, а затем все сходит на нет. Вот почему употребление слишком большого количества сладкой пищи может вызывать сильную усталость. Это выглядит как подключение телефона к зарядке, когда батарея разряжена. Он отлично работает в подключенном состоянии, но снимите его с зарядки, и уровень заряда батареи быстро упадет. Уменьшение количества сахара и обработанных углеводов, которые содержатся в блюдах и закусках, дает гораздо больше энергии в течение дня. Замена шоколадных закусок овощами заставит вас чувствовать себя намного бодрее. Еда оказывает огромное влияние на наш энергетический уровень, который напрямую зависит от калорий. Если их будет недостаточно, то метаболизм замедляется, чтобы сэкономить количество имеющейся энергии. Это может заставить вас чувствовать себя как зомби. Мальчикам-подросткам ежедневно требуется около 2800 калорий, а девочкам – 2200. Когда мы заканчиваем расти и становимся взрослыми, это число снижается до 2500 калорий для мужчин и около 2000 для женщин. Белок также очень важен для повышения энергетического уровня. Он содержится в мясе, в говядине, баранине и курице. Молочные продукты, яйца и рыба также являются отличными источниками белка. При усталости нужно следить за потреблением кофеина. Вам может показаться, что послеобеденный кофе или энергетический напиток идеально подойдет, чтобы как следует проснуться. Однако так вы можете серьезно нарушить сон. Многие считают, что кофеин остается в организме около 5-7 часов, и поэтому перед сном кофе лучше не пить. Но на самом деле кофеин остается в нашем организме вдвое дольше – где-то от 10 до 14 часов. Допустим, вы пьете напиток с кофеином в 3 часа дня. К 10 часам вечера, когда вы собираетесь ложиться спать, половина этого кофеина все еще будет находиться в вашем организме, давая вам заряд энергии, в то время как на самом деле он вам совсем не нужен. А еще это значит, что к 4 часам утра огромная четверть кофеина из вашего напитка все еще будет находиться в вашем организме. И наверняка из-за этого вы будете ворочаться всю ночь напролет. Для этого есть простое решение. Избегайте любых энергетических напитков или кофе после обеда. Говорят, что требуется около 8 часов сна, чтобы чувствовать себя полностью отдохнувшим. А молодым людям нужно даже чуть больше. Вот где многие из нас допускают ошибку. Если нужно вставать в 7 утра, чтобы пойти в школу, значит ложиться нужно в 11 вечера, чтобы проспать эти 8 часов. Но это не принимая во внимание, что около часа может уходить только на засыпание. Определите, сколько вам нужно времени, чтобы засыпать, и добавьте это к 8-часовому сну. И уже через пару недель вы почувствуете себя гораздо более отдохнувшим. Кроме того, плохая идея – забираться в постель и открывать Netflix. Ваша кровать – это место исключительно для сна. Яркий экран ноутбука тоже не поможет засыпанию. В идеале нужно избегать использования любых экранов, которые излучают синий или белый цвет, по крайней мере, за час до сна и то и больше. Это также относится и к телефону, ноутбуку и телевизору. Экраны не позволяют мозгу выделять гормон сна – мелатонин, что затрудняет определение организмом времени, когда пора отходить ко сну. Тело приходит в замешательство и думает, что свет экрана – это солнечный свет. Вот почему вы не можете заснуть. Попробуйте превратить спальню в зону, свободную от электроники. Можно заменить телефон на хорошую книгу. Это явно поможет вам засыпать намного быстрее. Аудиокниги для этого тоже отлично подходят. Еще один совет, который можно попробовать, чтобы спать дольше – это темные шторы. Если не хочется тратить деньги, можно закрыть окно темной простыней или полотенцем. Тогда ранним утром свет не будет проникать в комнату и будить вас. И вы сможете и дальше смотреть сны о щенках и котятах. Ну или о чем там еще. Физические упражнения – еще одна важная вещь, которая заряжает нас энергией в течение всего дня и помогает засыпать. Можно подумать, что если прийти домой усталым после школы или работы, то лежание на диване поможет зарядиться энергией. И хоть тренировки – это последнее, чем бы хотелось заниматься, но все же попробуйте добавить немного спорта в свою жизнь. Хватит и 15 минут. Это вовсе не значит, что нужно срочно начать ходить каждый день в спортзал. Попробуйте включить в свое расписание ежедневную прогулку. Получаса будет вполне достаточно. Есть три простых способа стать чуть более активным в течение дня. Прогулка вместо езды на машине для коротких расстояний. Замените лифт на лестницу, по возможности стойте, а не сидите. Если вы работаете в офисе или дома, попробуйте использовать стоячий стол. Прыжки – это простое упражнение, которое тоже можно включить в свой распорядок дня. Они действуют на все тело и усиливают кровообращение. Для этого не нужно никакого оборудования, так что можно попрыгать прямо в офисе. Стабильный режим сна также очень важен для того, чтобы быть более внимательным. Попробуйте ложиться спать в одно и то же время, а затем в определенное время просыпаться. Взрослые, которые ложатся спать в одно и то же время в будние и выходные дни, как правило, меньше устают в течение дня и испытывают меньше трудностей засыпанием ночью. Растения увядают, когда им не хватает воды. Человеческий организм тоже не может нормально функционировать без нее. Употребление достаточного количества воды в течение дня поможет поддерживать высокий уровень энергии, независимо от того, собираетесь ли вы подняться на Эверест или просто делаете покупки в местном магазине. Стресс расходует много той самой энергии, над накоплением которой вы так усердно трудились. Если у вас на носу экзамен или что-то еще не менее важное, попробуйте для снятия стресса послушать любимую музыку. Почитайте хорошую книжку, пообщайтесь со своими лучшими друзьями, попробуйте заняться йогой или медитацией. В интернете есть куча бесплатных уроков йоги. Медитация также довольно проста для освоения. Просто найдите спокойное место и устройтесь поудобнее. Сосредоточьтесь на дыхании и делайте медленные вдохи и выдохи. Можно установить ограничения по времени. Если вы еще новичок в медитации, можно начать с 5 или 10 минут. В интернете можно найти расслабляющую музыку для медитации, которая поможет сосредоточиться. Найдите подходящий именно для вас способ почувствовать себя отдохнувшим и повысить уровень энергии. Ну а если вы все это перепробовали и по-прежнему чувствуете усталость, то тут может быть еще одна скрытая причина. Пищевая непереносимость может стать причиной вялости и прямо влиять на нашу энергию и сон. Непереносимость, глютена, молочных продуктов или яиц – явления весьма распространенные. Кстати, от витаминов тоже можно получить много энергии. В шпинате, брокколи, красном мясе и индейке содержится много железа. А из грибов, жирной рыбы, морепродуктов и, самое главное, солнечного света мы получаем витамин D. Молоко, яйца и говядина являются отличными источниками В12. Однако, если изменение рациона для вас слишком сложная задача, всегда можно купить витаминные добавки в местном магазине здоровья. Это тоже сработает. Номер один. Мишура. Это палочка-выручалочка для создания атмосферы праздника. Мишура также известна тем, что она разлетается во все стороны. Вы могли это заметить, если украшали ею елку. Домашние животные, особенно кошки, обожают такие украшения. Однако, если они съедят кусочек мишуры, это может привести к проблемам с кишечником. Не говоря об эмоциональном воздействии, последствия могут обойтись недешево. Операция по удалению инородного предмета может обойтись в сотни долларов. Не стоит недооценивать привлекательность блестящего предмета в комнате. И следите за своими питомцами. Номер два. Это декоративные гирлянды. После праздников вы положите их в коробку. Они проведут там весь год и запутаются. Когда вы откроете коробку в следующем году, вам будет трудно их распутать. Пока вы будете заняты, ваши питомцы могут съесть лампочки или получить удар током. Чтобы этого избежать, можно обмотать свободные шнуры защитными пластиковыми чехлами и повесить светильники в местах, до которых животные не смогут добраться. Некоторые люди коллекционируют снежные шары. Они привозят эти шары в качестве сувениров из туристических поездок. Другие достают снежные шары из коробки с праздничными украшениями в определенное время года. Эти хрупкие предметы могут легко разбиться. Не спрашивайте, откуда я это знаю? Некоторые снежные шары содержат ингредиенты, опасные не только для домашних животных, но и для детей. Ветеринарные источники пестрят предупреждением. Держите своих питомцев подальше от снежных шаров. Жидкость внутри снежных шаров может быть не только чистой водой. Часто она содержит 2% этиленгликоля. Он имеет сладковатый запах, который привлекает домашних животных. Номер 4. Новогодние елки и то, как сделать их подходящими для домашних животных. Ветеринары утверждают, что искусственные елки и гирлянды безопаснее настоящих. Такие елки не несут с собой уличного аромата и не так сильно привлекают ваших питомцев. Но важно не купить искусственную елку, покрытую фальшивым снегом. Эта посыпка может быть вредна для домашних животных. Если вы не любите искусственные елки, можно прикрепить к живой елке леску и подвесить ее к потолку. Что касается воды для елки, то ваш питомец может захотеть попробовать ее на вкус. Лучше не добавлять в эту воду аспирин или что-то другое. Для защиты от животных можно накрыть резервуар фольгой. Наконец, можно временно поставить большую миску с водой в той же комнате, где стоит елка. Если животное захочет пить, оно подойдет к миске, а не к резервуару. Перед деревом можно поставить барьер, чтобы сделать его менее доступным. Некоторые коты – бунтари. Они воспринимают это как вызов и легко преодолевают большинство препятствий. Однако большинство из них не захотят связываться с двусторонней липкой лентой. Попробуйте этот лайфхак. Одни привозят из поездок снежные шары, а другие – магниты. Интересно, могут ли магниты быть опасны для домашних животных? В доме мы используем их для различных целей. Например, с их помощью мы крепим фотографии или заметки на дверце холодильника. Наши четвероногие друзья могут легко до них дотянуться. Обычные магниты для холодильника не так вредны, как так называемые редкоземельные магниты. Реальную опасность представляют, например, неодимовые магниты. Они очень мощные. Если случайно приблизить их к телу, они могут вас ущипнуть. Вообразите, что магниты – это войны. Оказываясь слишком близко друг к другу, они могут нанести сверхсильный удар, способный расколоть обычные магниты. Им не место рядом с вашими домашними животными или детьми. Редкоземельные магниты обычно используются в таких изделиях, как жесткие диски, замки для дверей или наушники, но их также применяют в игрушках. Эти магниты не особенно токсичны, поэтому если ваша собака случайно съест один из них, магнит выйдет из ее организма естественным путем. Но что будет, если собака съест два сверхмощных магнита? Я не хочу вдаваться в подробности этого сценария. Кишечник петляет туда-сюда в брюшной полости, если магниты окажутся слишком близко друг к другу. Опасность представляют и монеты, которые содержат большое количество цинка. Вы, наверное, слышали, что цинк нужен нашему организму. Он действительно необходим для роста, заживления, раны и многого другого. Однако организму требуется небольшое количество цинка, а его избыток может привести к отравлению. Цинк содержится во многих металлических предметах, таких как болты, молнии и ювелирные изделия. Если вы живете в США, то должны знать, что мелкие монеты, отчеканенные после 1982 года, имеют цинковые сердечники, покрытые медным напылением. И они становятся одной из главных причин отравления домашних животных цинком. Домашние растения и букеты цветов также могут представлять опасность. Допустим, вам подарили букет тюльпанов, которые вы хотите сохранить, а ваша кошка так забавно выглядит, пытаясь столкнуть вазу со стола. Не стоит давать волю кошачьему любопытству. Алоэ, волчий ягодник, лилии. Список можно продолжать долго. Мораль истории такова. Кошки любопытны, и им не следует есть растения и цветы, поскольку они могут быть ядовиты. Следующая проблема – аккумуляторы. Кислотный материал, содержащийся в них, может вытечь при повреждении. Представьте, что ваша собака случайно их погрызла. Тяжелые последствия и немедленная операция – вот следующий шаг. Прячьте от собак и такие вещи, как пульты дистанционного управления, часы и слуховые аппараты. Они тоже работают от батарейки. Следующий пункт в списке – еда. Я знаю, как трудно иногда бывает есть, когда питомец смотрит на вас. Я тоже хочу это попробовать. Дай мне кусочек. Человек, пожалуйста. Я объясню, чем это чревато, чтобы вы не поддались искушению поделиться едой со своим четвероногим другом. Авокадо – ядовид для птиц и кроликов. Яблочные семечки и миндаль – вредны для хомяков. Есть миф, что кролики едят салат-латук. На самом деле, некоторые виды салата не стоит включать в их рацион. Например, айсберг – он содержит лактукарий. Если животное съест его слишком много, это может быть вредно. Другой миф о том, что кошки должны пить молоко. Неправда! Коровье молоко не полезно для кошек, потому что большинство кошек не переносят лактозу. Шоколад, чеснок, виноград и изюм также могут быть опасны для домашних животных. Насколько токсично то или иное вещество зависит от нескольких факторов. Например, от вида вашего питомца и от того, какое количество потенциально вредного вещества он съел. В конце концов, вы знаете своего питомца лучше, чем кто-либо другой. Вы, вероятно, знаете, как часто он ходит в туалет и с каким результатом. В общем, будьте бдительны. Наблюдайте за поведением питомца. Не пропал ли у него аппетит? Лучше перестраховаться. Говоря о домашних животных, мы представляем себе в основном собак, кошек и хомяков. Но некоторые люди заводят экзотических питомцев, таких как медведи, совы или крокодилы. Глобальная федерация заповедников для животных считает, что только в США люди держат 5000 тигров. В это число входят и тигры в зоопарках, но большинство из них живут у частных владельцев. Пумы также часто встречаются среди экзотических домашних животных. Поэтому время от времени мы сталкиваемся с новостями о том, что у частных владельцев диких животных что-то пошло не так. Есть ли у вас домашнее животное? Если да, то как его зовут? Поделитесь в комментариях. Вы хотите слепить снеговика? Такого, который не растает и останется с вами независимо от погоды. Вам не нужно ждать снега, чтобы это сделать. Вы заинтригованы, верно? Тогда позвольте мне провести вас через все этапы этого увлекательного проекта. Для начала вам нужно подготовить несколько вещей. Возьмите ручку и бумагу, потому что я перечислю все материалы, которые вам понадобятся. Это бумажная глина, акриловые краски, алюминиевая фольга, проволока, зубочистки, клей и несколько кисточек для нанесения краски и придания текстурой мини-фигурки. Возможно, вас удивит, что для изготовления частей тела маленького снежного человечка вы будете использовать не только бумажную глину. Начните с алюминиевой фольги. Это значительно облегчит вам работу, даже если вы не профессиональный скульптор. А еще вы сэкономите материал. Вам нужно создать форму, смяв фольгу. А потом обернуть ее бумажной глиной. Как вы уже догадались, самый маленький шар будет головой снеговика и той частью, над которой вам придется поработать больше всего. Вы ведь хотите, чтобы он выглядел идеально? Прежде всего, нужно вырезать небольшие отверстия для глаз. Рот сделать проще. С помощью инструментов для лепки сделайте линию в качестве основы. Исследуя моему примеру, придайте ей детали и глубину. Затем приклейте к этим углублениям два крошечных глиняных шарика. Так лицо снеговика будет выглядеть более реалистично, чем если просто нарисовать ему глаза. В конце концов, глаза – это зеркало души. Признайтесь, это напоминает вам фильм Тима Бертона, да? Эй, не забудьте о носе из морковки. И нет, мы не будем использовать настоящую морковь. Мы закончили с самым сложным. Почти. Доделав руки, подчеркните характер своего снеговика с помощью аксессуаров. А теперь настало время добавить света в его мир. Внимание! Это требует точности и терпения. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! И вуаля! Привет, снеговики! Знаете что? Теперь, когда вы знаете, как делать такую фигурку, вы можете дать волю фантазии или попытаться создать своих оригинальных персонажей. Кто знает, может быть, вы даже сможете создать с ними фильм в стиле стоп-моушен. Удачи! Не терпится увидеть, как вы пройдете по красной дорожке на вручении кинопремии. Резкие ветры сделали эту ледяную землю совершенно неузнаваемой. Если бы мы жили в Австралии около 100 миллионов лет назад, нам пришлось бы носить куртки и свитера. Но около 220 миллионов лет назад на Земле был лишь один континент — Панлея. Этот суперконтинент объединил Австралию и Антарктиду. И в него входили даже Южная Америка и Африка. Ученые выяснили, что Австралия, решив разорвать отношения с Антарктидой, начала двигаться с той же скоростью, с какой растут наши ногти. Тогда Земля была просто гигантским плавающим ледяным шаром, а Солнце не было таким горячим и огненным, как сегодня. Представьте, что вы идете по ледяной тропинке в раннем меловом периоде. Вы ищете что-нибудь, что можно съесть, но растительной жизни очень мало. Без солнечного света нет никакого источника энергии, кроме мха. Так что найти приличную закуску было все равно, что увидеть единорога. Вы бродите вокруг и натыкаетесь на большие трехпалые следы, которые ведут в... Вроде это похоже на огромный замерзший лес. Вы идете по следу, но все еще не можете понять, кому принадлежат эти отпечатки. Наконец вы заходите в какой-то тупик со снегом по колено и понимаете, что застряли. Вдруг неподалеку слышится какое-то рычание. Вы смотрите направо и видите, что в вашу сторону направляется большой терапорт. Он почти такой же высокий, как жираф. И у него острые, как бритва зубы. Ну и ну. Это плотоядный динозавр. Он что-то вроде главного исполнительного директора доисторического мира мясоедов. Ученые обнаружили по меньшей мере 15 других видов динозавров, в том числе и семиметрового полярного хищника, и более мелкого хищника, который мог легко убегать от своих более крупных товарищей. Вы пытаетесь передвигаться по толстому снегу, в то время как к вам подбирается этот зверь с большущими зубами. Хорошо, что деревья не позволяют ему двигаться достаточно быстро. Вам удается найти хороший ритм, поднимая ноги выше талии. Когда он приближается к вам совсем близко, вы выбираетесь из снега и скрываетесь среди деревьев. На этот раз вам повезло. Но он за вами еще вернется. Окаменелости растений и листьев показывают, что в те дни в Антарктиде было не так холодно, как сегодня. То же самое относится и к Аляске. Тем не менее, жить 70-100 миллионов лет назад было не так уж удобно. Тираннозавр был бесспорным королем всех динозавров. Ученые находили кости и окаменелости в основном засушенных местах, таких как Монтана и Техас. Но они были совершенно потрясены, когда вдруг обнаружили окаменелости тираннозавра на Аляске. В Арктическом регионе также были найдены окаменелости рогатых, длинношеих и пернатых динозавров. Тираннозавр хоть и был сверххищником, но не таким быстрым, как можно было бы ожидать. Впрочем, его размера было вполне достаточно, чтобы заставить животных бежать, спасая свою жизнь. Одним из любимых блюд тираннозавра были динозавры с утиным клювом размером со слона — эдмонтозавры. Они обитали преимущественно в холодных районах. Эти существа, вероятно, были очень медленными и не могли найти укрытие, чтобы выжить в суровых условиях. Их найденные челюсти показывают, что они питались растениями, и куда бы ни направились, им всюду нужна была зелень. Они постоянно находились в движении. Ученые утверждают, что они передвигались с невероятной низкой скоростью — около двух километров в час. Даже черепаха могла легко их обогнать. Если бы в те дни вы были динозавром, то столкнулись бы с одним из самых сложных решений в своей жизни — жить ли вам с родителями или обзавестись собственным домом. Хотя на самом деле выбор состоял в том, чтобы остаться на зиму или все-таки покинуть это место. Динозавры, которые оставались в холодных землях, вели гнезда и жили там целый год. Некоторые ученые спорят о том, были ли эти полярные динозавры теплокровными или хладнокровными. У млекопитающих и птиц есть внутренние механизмы для поддержания тепла. Например, использование мышц и обмен веществ. Вот почему наши тела дрожат, когда нам становится холодно. Рептилиям нужно греться на солнце или находиться рядом с каким-нибудь источником тепла, чтобы поглощать это тепло и заряжаться в течение оставшейся части дня точно так же, как мы заряжаем телефоны. Но тогда телефонов не было. Вы продолжаете бродить вокруг, пытаясь найти что-нибудь поесть. У вас уже давно урчит в желудке, и вы чувствуете, что ослабеваете. Поднимается ветер, и вас начинает заметать снегом. Хорошо, что на вас толстое пальто и приличная обувь. Вы утомлены, и вам нужно поскорее найти место для отдыха. Но оставаться на одном месте в дикой местности все равно, что предлагать себя в качестве открытого буфера для хищников. Итак, вы нашли небольшую пещеру, которая отлично подходит для того, чтобы переждать надвигающуюся метель. Вы разводите небольшой костер, чтобы согреться, но обернувшись, замечаете, что внутри пещера расширяется еще сильнее. Вы быстро делаете факел и идете внутрь. Ученые считают, что некоторые динозавры, скорее всего, забирались под землю, чтобы спасаться от штормов. Они даже обнаружили некоторые сооружения в Южной Австралии, которые напоминали среду обитания для роющих существ около ста миллионов лет назад. После многочасовой ходьбы вы, наконец, достигаете другого конца пещеры. Но на этот раз погода снаружи намного лучше, а небо кристально чистое. Вы замечаете маленькие следы, которые ведут к реке. Странно, но на воде нет ледяной корочки, поэтому вы складываете руки чашечкой и делаете несколько быстрых глотков. Внезапно над вами нависает большая тень. Вы оборачиваетесь и видите огромного пернатого динозавра с выпученными глазами. Он выглядит и двигается, как велоцираптор, и смотрит прямо на вас, как будто вы его любимое блюдо. Вы медленно встаете и понимаете, что убежать от него вы не сможете, поэтому у вас нет другого выхода, кроме как сражаться. Но затем рядом появляется маленькое травоядное животное по имени Лиеллинозавра, ходящее на двух ногах с длинным хвостом. Оно пришло, чтобы утолить жажду. Внимание хищника переключилось на него, и он о вас забывает. Вдруг из замерзшего леса выскочил гигантский терапот и начал их преследовать. Вы бросились бежать в сторону пещеры таким образом, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания. Людей тогда вроде как совсем не было. Человек разумный отделился от обезьян 7 миллионов лет назад, став полностью независимым видом лишь около 200-300 тысяч лет назад. Неандертальцы тогда тоже вовсю радовали жизни. В то время как человек разумный жил в Африке, неандертальцы мигрировали в некоторые районы Европы и Азии и стали первыми людьми, пережившими ледниковый период. Ученые утверждают, что неандертальцы не могли конкурировать с человеком разумным, и поэтому они постепенно исчезали, хотя некоторые из них скрещивались с разумными людьми. Земля пережила пять ледниковых периодов. Этого было вполне достаточно, чтобы навсегда изменить физическую структуру Земли, а частично и ландшафт планеты. На самом деле мы и сейчас находимся в середине ледникового периода, который длится уже 2,5 миллиона лет. Но так получилось, что мы живем в более теплые времена, которые могут длиться десятки тысяч лет. Неандертальцы были ниже ростом и более коренастыми, чем человек разумный. У них были более массивные носы и большие черепа. По словам ученых, они жили в пещерах и делали одежду и инструменты из камней и костей. А еще у них были плоские зубы, чтобы грызть и пережевывать пищу, как и у человека разумного. Ледниковые периоды сыграли важную роль для адаптации и выживания человека разумного. В своих пещерах представители этого вида рисовали сцены охоты и собирательства, и были первыми, кто использовал силу огня для тепла, защиты, света и приготовления пищи. Они также использовали передовую систему пошива одежды с использованием костяных игл и шкур животных, создавая толстые накидки, чтобы согреваться. Эх, прекрасное было время! Если слепить снежок и попытаться поджечь его с помощью зажигалки, он не растает. Снег сначала почернеет, потом он начнет исчезать. Однако воды вы не увидите. Тут нет ничего сверхъестественного. Снег тает, но вы этого не замечаете из-за структуры снежинок. Они отводят растаявшую воду и ее поглощают оставшиеся, относительно неплотные части снежка. Что касается черноты, то это просто следы сажи, которые оставляют жидкость для зажигалок. Проведенное в 2017 году исследование показало, что люди случайно создали вокруг планеты защитный пузырь благодаря десятилетиям использований низкочастотных радиоволн. Получился искусственный кокон, который защищает Землю от радиации и солнечных вспышек. После вдыхания гелия голос становится пизглявым, а еще гелий помогает воздушным шарикам летать. Думаете, это все на что он способен? Попробуйте охладить этот газ до экстремальной температуры минус 273 градуса Цельсия. Это близко к абсолютному нулю. Вы увидите, как гелий превратится в сверхтекучую жидкость и сможет двигаться без трения. В таком состоянии он способен вытворять весьма причудливые вещи, например, просачиваться сквозь твердые материалы или оставаться неподвижным, пока вращается контейнер, в котором он находится. А еще он может взбираться по стенкам упомянутого контейнера. Вода способна замерзать и закипать одновременно. В так называемой тройной точке вещество может быть сразу и твердым, и жидким, и газообразным. Чтобы наблюдать этот феномен, нужно поддерживать определенную комбинацию давления и температуры. Ученые открыли новое состояние материи, известное как кристаллы времени. Это созданная в лаборатории концепция, понять которую невероятно трудно, ведь структуры регулярно повторяются во времени, а не в пространстве. А в 2020 году ученые заявили, что стали свидетелями воздействия двух кристаллов времени. В одной чайной ложке почвы микроорганизмов больше, чем людей на Земле. Бактерии, микроскопические насекомые, водоросли, клещи, грибы, жуки, дождевые черви, да все что угодно. Другими словами, почва под нашими ногами – это одна из самых больших концентраций биомассы из всех когда-либо существовавших. Просверлите отверстие сбоку бутылки и пусть из него вытекает струя воды. Затем наведите на бутылку лазерную указку с другой стороны. Вы увидите, как луч попадет в крошечный водопад и начнет изгибаться вниз. Такое случается, когда свет проходит через плотный материал, в нашем случае воду, и попадает на границу с чем-то, что имеет более низкую плотность, например, с воздухом. Секрет искривления света раскрыт. Раньше на Луне была атмосфера. Около 4 миллиардов лет назад на естественном спутнике Земли произошло несколько мощных извержений вулканов, которые выбросили огромные объемы газа – триллионы тонн. Газа было настолько много, что он просто не успел вырваться в космос. Вот так и образовалась атмосфера. Птичьи яйца бывают самых разных форм. И то, как яйцо выглядит, похоже, зависит от способности птицы летать. Чем больше птица летает, тем более эллиптическим и заостренным будет ее яйцо. А те виды, которые почти не покидают Земли, откладывают овальные и округлые яйца. Кроме того, длина яйца сопоставима с размером тела птицы. Если вы уроните яйцо на пол в своей кухне, вы устроите большой беспорядок. Но совсем другое дело, если сделать это в воде, скажем, на 20-метровой глубине. Давление там почти вдвое выше, чем на уровне моря. Оно не даст содержимому яйца растечься, словно скорлупа еще цела. Скорее всего, на вашей крыше лежат частицы внеземной пыли. Они называются микрометеоритами и имеют размер менее 400 микронов. Это примерно треть песчинки. Ученые считают, что ежедневно на Землю падает около 100 миллиардов микрометеоритов. В среднем глубина океана равняется высоте 8 небоскребов Empire State Building, поставленных друг на друга. Глубина бездны Челленджера впечатляет еще больше, ведь это самая глубокая часть Марианской впадины и Мирового океана. В ней легко могут уместиться аж 25 таких небоскребов. Холодная вода замерзает медленнее, чем горячая. Это явление известно как эффект МПЕМБЫ. Одна из причин, но далеко не единственная, заключается в том, что когда горячая вода начинает остывать, ее масса уменьшается. Это происходит потому, что часть воды испаряется. В итоге для замерзания остается меньше воды, и процесс занимает меньше времени. С другой стороны, холодная вода нагревается быстрее, чем горячая. Скорость этого процесса зависит от разности температур между жидкостью и ее окружением. Вот почему холодной воде требуется меньше времени, чтобы поглотить тепло. Но это не значит, что она закипит быстрее, чем горячая. Зеландия. Затонувший континент в Тихом океане. Его часто называют континентальным фрагментом или микроконтинентом. Его общая площадь составляет почти 5 миллионов квадратных километров, всего в два раза меньше, чем территория США. Континент ушел под воду около 23 миллионов лет назад. Новая Зеландия – самая большая часть Зеландии, которая остается над уровнем моря. Люди все еще эволюционируют. Ученые отслеживают несколько миллионов человеческих аномалий. Оказывается, некоторые вредные гены медленно, но верно, отфильтровываются из человеческой ДНК. Ртуть – один из немногих металлов, остающихся в жидком виде при комнатной температуре и обычном давлении. А все потому, что атомы ртуть имеют между собой чрезвычайно слабые связи. Ученые утверждают, что человекообразные обезьяны, такие как орангутаны или шимпанзе, совсем не воспринимают музыку. Исследования показывают, что они не могут отличить друг от друга даже противоположные жанры. Музыка для них – просто бессмысленный шум. Вам понадобятся капли жидкости, ультрасовременный лазерный 3D-принтер и пара часов работы, чтобы сделать самый крошечный в мире спиннер. Меньше диаметра волоса. По крайней мере, исследователям из Окриджской национальной лаборатории это удалось. Верблюд может выпить 135 литров воды чуть более, чем за 10 минут. Эта вода хранится в кровотоке животного. Что касается горба, то запасенный в нем жир обеспечивает верблюду энергией, когда вокруг мало еды. Некоторые морские обитатели, такие как лосось или черепах, используют магнитное поле планеты, чтобы найти дорогу домой. В своей газообразной форме кислород бесцветен и не имеет запаха. Но в жидком или твердом виде это вещество приобретает бледно-голубой оттенок. Попав в зону притяжения черной дыры, звезда разрывается на части мощнейшей гравитации. Некоторые части бывшей звезды падают в черную дыру. Остальное, видя огромные струи плазмы, выбрасывается в космос на сотни световых лет. Наши легкие не только помогают нам дышать, но и производят клетки крови. Эти клетки отвечают за свертывание крови, которое останавливает кровотечение. За один час легкие производят более 10 миллионов таких клеток. Не так давно ученые впервые за последние 130 лет решили пересмотреть генеалогическое древо динозавров. По-видимому, две ветви динозавров намного ближе друг к другу, чем считалось ранее. Это плотоядные тераподы, к которым относятся тираннозавры, и вегетарианцы-птицы тазовые, например, стегозавры. Только две буквы латинского алфавита не появляются в таблице Менделеева. Это J и Q. Закрутите мяч во время броска, и он создаст вокруг себя вихревое движение воздуха. Это явление известно как эффект магнуса. Его можно наблюдать в различных видах спорта, например, в теннисе, бейсболе или футболе. Под водой звук распространяется почти в 4 раза быстрее, чем в воздухе. Вот почему у дайверов часто возникают проблемы с определением направления звука. Бананы содержат калий, и этот элемент слегка радиоактивен. Однако нужно съесть как минимум 10 миллионов бананов, чтобы радиация смогла негативно на вас повлиять. Существует устройство, которое может потушить пожар с помощью звуковых волн. Оно называется звуковой огнетушитель. В океане есть подводные озера и реки. Вода в них более соленая и плотная, чем в остальных местах. Такие водоемы имеют береговую линию, а внутри них даже бывают полны. Звезды мерцают из-за непостоянства земной атмосферы и переменного характера преломления лучей света, исходящего от самих звезд. Из-за этого нам кажется, будто свет дрожит. Воде требуется тысяча лет, чтобы завершить свое непрерывное кругосветное путешествие. Весь этот процесс известен как глобальный океанский конвейер. Бисмут – хрупкий блестящий белый металл с розовым оттенком. Если его расплавить, а затем дать ему очень медленно остыть, он образует радужные кубические кристаллы. В пустынях Калифорнии камни движутся сами по себе. Некоторые из этих блуждающих камней весят более 300 килограммов. Большинство из них двигаются по прямой, но некоторые совершают овальные повороты. Когда ветер подхватывает маленькие капельки лавы из действующих вулканов, он уносит их за много километров от жерла. Капли растягиваются в сверхтонкие стеклянные нити, известные как волосы пелия. Некоторые нити могут достигать двух метров в длину. Розы пустыни появляются в засушливых местах, которые иногда затапливаются. Окружающая среда меняется с сухой на влажную и обратной и так много раз. Это позволяет кристаллам гипса улавливать песчинки и формировать плоские лепестки.